Как отличить желание, чтобы не смущать, не искушать людей своей набожностью, от желания постыдиться и исповедовать веру свою в Бога? Например, за столом с неверующими перекрестить еду глазами. Тогда того постыдится сам Иисус Христос на страшном суде. Иван. Ну, это вопрос, да, очень такой тревожный для бытовой нашей ситуации, наших бытовых поведений. Ну вот, всегда ли нам креститься, проходя мимо храма? Большинство христиан не крестится, хотя хорошо было бы остановиться, шапку снять, перекреститься на храм, как бы не стесняясь, или просто на ходу перекреститься. Я думаю, это было бы хорошо. Стоит ли в компании там с людьми афишировать свою веру? Я думаю, здесь такой какой-то, знаете, такой двоякий ответ, что, видимо, в каких-то ситуациях хорошо не выпячивать этого, заранее зная, что это никому пользы не принесет. А в каких-то ситуациях нужно подчеркнуть свою принадлежность Церкви Господней. Как в главе... Потому что чувствуешь, что здесь будет это полезно. Как это различить? Здесь совета нет. Нужно тонко настроить радиоприемник внутренний на вылавливание этих волн. Как говорил преподобный солнышко нашей истории, преподобный Серафим Саровский. Если надо, он говорит, не молчи, а если надо, не кричи. Но если точнее, он говорил, когда надо, не возопий, а когда надо, не примолчи. А когда надо, это надо иметь водительство в совести от Духа Божьего, чтобы понимать. Вот здесь нужно говорить, потому что молчанием предается Бог. Есть такая великая фраза. А вот здесь не нужно лезть даже к этим дуракам. Что там, зачем с ними говорить? Встал, отдайте шляпу и пальто. Имел в виду я ваши именины. И ушел. А вот как понять, где ты заступаешься за Господа? А где ты просто тихо встал и ушел от этих балованов? Ну не с кем говорить и не о чем. Есть же такие ситуации. Поэтому будет ошибка, если мы будем в каждую собачью грызню бросаться с именем Иисуса Христа. Мы потом поймем, что мы что-то не то делаем. Мячем бисерни там, где надо. И будет ошибка, очевидно, вообще молчать о Господе. Видимо, это две ошибки. Видимо, нам надо искать какой-то царский путь, при котором мы сможем сказать нужное слово нужным людям и в нужное время. При тебе там поносят Господа Иисуса или при чистую Матерь. Ты вообще с ними должен как бы встать и с ними увидеть, больше не есть с ними. Или сказать, я этого слышать не хочу, я верующий человек, меня вы больше здесь не увидите. Там при тебе поносят церковь или там, или патриарха, или духовенство, или что-нибудь еще, или историю нашу. Ты можешь спорить с ними, если ты аргументирован, если ты знаешь, что сказать. Короче, тут такая, что уходи, не общайся, или вступай в диалог, веру можно свидетельствовать. Говорит, конечно, там все сели, как это там, перекрестиваются. Говорит, интересно такое, знаете, одному батюшке, батюшка с деревни приехал в город, и когда его угостили городские там друзья, он молился. Там читал Богородица, Дева Радуси, Отче Наша, Жизнь на Небесе, потому что я еще читал. Они говорят, а вы что там вот так в деревне, в этой глухомании там всегда вот так вот перед дедой молитесь? Вот, иначе нельзя? Говорит, нет, не всегда. Говорит, вас там все в этой глухомании вашей вот так вот долго молятся перед дедой? Говорит, нет, не все. Свиньи, куры, козы, быки, коровы, они просто так вот едят. Никто не молится из них. Так что бывает, что Бог дает, что сказать. Как есть такая глава в Бесах у Достоевского, там глава у Тихона, она так отдельно печатается, не вошла в роман. И там Ставрогин приходит к Тихону, и что-то там Тихон на себе накладывает крест, крестится архиерей на покое. А Ставрогин, как бы так, он же ни во что не верит, он ухмыляется, говорит, вы что, мол, там, типа, веришь, что-то такое. И Тихон говорит ему, креста твоего, Господи, да не постыжуся, и крестится еще раз. Ну, такие, видите, такие важные слова. Поэтому здесь нам трудно будет найти Ивана Середину, с вами так бы прописать ее теоретически. Но без сомнения, наши ситуации и жизнь делятся на две. Либо ты молчишь вообще, не участвуя ни в чем, ну, почему-то тебе нужно быть с ними. Например, это одногруппники, все равно ты будешь с ними учиться. Ну, ты не хочешь их обращать никуда, потому что пока что это кажется бесполезным. Либо ты говоришь, нет, ребята, это не так. Я верю иначе, я думаю иначе. То есть и так, и так можно. Надо просто как-то, чтобы Бог помог понять, когда нужно как. Субтитры создавал DimaTorzok